вот сейчас из этих трубочек будет собран парус и мы выйдем выйдем в море ветер сегодня хороший волны вон на реке вполне достойны и так что откроем навигации парусную навигацию это вот корабль практически готов установка паруса очень важный момент пошел небольшой дождичек летний истинных путешественников это не волнует все отлично теперь можно привязать к это к шпангоуту вертикально да хорошо нормально нормально хорошо не 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 привязывай к этому к шпангоуту чтобы мать это не вылетал ну давай продень и привяжи к этому вот отлично ничего все практически готовы все загрузим свой немногочисленный скарб еще возьмем удочки ибо мало ли чё после долгих сборов мы уже на воде это вот наша деревня парус наполнился ветром и мы идем открытой в прошлом году канале каналу который соединяет два больших плёса вот это кондышский а а там хмелинский это наша наша маленькая речушечка путешествие ну посмотрим что там в лесах творится на грибы в общем-то надежды большой нет цветочки посмотрим может еще чего-нибудь будет а это вот деревня сейчас погода немножко изменилась даже сегодня дозик был собаки нас обгавкивает наверно с другой стороны в деревне есть кого обгавкивать вот идем вдоль деревни народ хозяйством занимается сегодня 12 июня как бы праздник но народ работает сейчас после затяжной весны много чего надо сделать по хозяйству и огороды и стройка все что угодно ну вдоль реки вот деревня длится где-то километра три несколько улиц дворов там много ладно мы идем туда там он между островом и вот мысом там островочек маленький вот вот перед нами вот вот этот это островочек вот а вот это мыс и вот между ними там есть вход в канал для перехода в другой то есть через большой остров анина вот мы его пересечем через лес и выйдем на другой плёс вот а это выход в рыбинской водохранилище вот этот вот домик вот на берегу это был была пристань сюда приходил теплоходик вот сейчас все теплоходы отменили построена дорога поэтому жители приезжают на собственных машинах вот а раньше вот с той стороны ждали прихода этого теплоходика теплоходика люди ездили ну и в деревню и просто там за грибами за ягодами а вечером обратно в город так вот остров уже близко скоро будем поворачивать направо в глубину леса может быть даже парус снимать не будем пройдем под парусом посмотрим сколько за зиму нападало деревьев в прошлом году мы снимали всего два раза мачки чтобы пройти под деревья вот чем первое листво интересно своим цветом а вот все смотри какая старые смотри темно-зеленый светло-зеленые какие-то синеватые там он цветет желтым кусты еще парус темы хорошие вот сейчас в лесу поют птицы и мы все это слышим спокойно и еще чем хорошо ветер а комаров и нету и их сдувает над водой они нас не слышат и мы их тоже видите какие-то кричат где где высыпали все и вот мы вроде бы уже и в лесу а скморость еще есть то есть ветерочек еще какой-то дует вот непонятно откуда чего и нас несет и нас несет вот тот вот проход вот это вот вход в в канал через лес и на другой на другой плюс мы кукушечка уже сейчас начинается царство вампиров сейчас они начнут атаку вот так вот посмотреть вот через лес то в принципе видно просветы видишь и вот в этих просветах это вот туда нам и надо вот буквально здесь кусочек это вот рыбаки древности выкопали канал для перехода в другое место протагавинцы да или тут даже не гавина вот осталось только название острова вот здесь на этом островочке тоже какая-то деревня была ну здесь много было деревень осталось гавина как стоящая на на горке на горке рубицы играют ну вот заходим в горло канала да шире намного чем в прошлом году смотри что тогда мы чуть-чуть это бортами проходили как сейчас трава растет да 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 а что это на берегу такое лежит где а может просто какая-то что-то светлое где да вон то а бутылка похоже на мыло кусок а там на кастрюлю а не там бутылка а а ну вот а прям с лодки сбор грибов с лодки это вам в принципе если тут выйти на берег то а аккуратненько так жабки или рыбки так 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 слава сильно не надо так потихонечку я понимаю вижу да пройти вот тут самое опасное коряга там ну да поплавочки поплавки надо беречь вон 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 дерево лежит наклоненное придется пару снимать и ничего ничего страшного поднять веслом или кто-то из берега тянет а другое другое тут понятно сегодня ветра ветра практически нет ну еще бы в глубине леса еще бы были эти сильный ветер так не оденешь вот так вот ой молодец ты же прям настоящий мастер лавировки среди деревьев тут думал смотри с другой стороны щелевой какой-нибудь турбореактивный поток мог ли бы тут возникнуть щелевой турбореактивный мог бы но для этого ветер нужен а если ветра нету просто так бы нас вообще вынесло бы прямо и сразу стратосферу в космос и пусть илон маск завидует хорошо так ну что первое препятствие сейчас нужно подумать вот очередное препятствие опять придется снимать парус тот раз тоже мы пару сняли но ничего сейчас уже натренировались вот буквально по над берегом идут наши поплавки так притормозить притормаживая он уже уже видно выход практически большую часть преодолели еще чуть-чуть но два раза пришлось снимать парус и скорее всего еще раз придется то что там на выходе тоже была сосна такая большая была наклоненная если конечно рыбаки не взяли на дрова слава осторожно коряжки вот тут какие вот ну и вот этот путь он экономит сразу несколько километров сокращает до этого до рыболовных угодий вот вот этот поворотик и да та сосна так и так и стоит вид такой крайне обычный могу назад отъехать будешь ну я не вижу ничего но если только так вот вот сейчас чуть чуть отъеду назад давай кстати да зацепился ну ладно ладно ты этим зацепился парус все точно вот так поднял да 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 я держу держу сейчас пару грибков это ради ради вида о так и теперь о о ничего не вижу но что-то красивое да да все пока нет пока до него не вышел управляемость назад хуже конечно руль почти не работает здорово пока еще не очень да я вижу вот почему он вот мы оттуда вверх пришли да 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 среди берез вот прямо вот по центру вода идет ага вижу прямо деревья стоят вот да сейчас какая то галерея такая из деревьев да ну все ну все аккуратно сильно не разгоняйся потому что сейчас придется этот может и пройдем еще не как-нибудь зацепим там помнишь пробовали все-таки он низкий и ну ладенько ну вот мы вышли сейчас из леса вот правее нужно вот туда слава вот туда вот туда вон чистая вода да 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 давай давай вот ветер вроде вон какие-то птички а ну это чайки чайки кормятся мелочи вот а когда-то давно-давно мы первый раз вышли на это в лесу вышли на этот на этот залив и увидели журавлей и была тишина такая и эти журавли взлетели парой так и вот так вот вдоль леса полетели и кричали и после этого этот залив мы назвали журавлиным как на самом деле вот непонятно ну вот в нашей традиции он уже стал журавлийный залив потому что первые здесь были журавли пакет вот так вот все это выглядит ну здесь вот место для нереста рыбы идут столько всего и мелочь вот откармливается среди островов в общем здесь очень много всякого равного вот а вот видите канал канал продолжается эти углу углубили и по нему теперь можно ходить на лодках да-да-да-да как же да подкашивают под это можно было угу сейчас ветерочек ветер что-то стих совсем стих но есть мы не стоим на месте да пока что потихонечку плывем на боковой снос пока выше чем угу а теперь мы вышли из зарослей и вот он хмелинский хмелинский плес о какой большущий чайки тут неистовствуют но мы их это спугнули спугнули мешаем охотиться ну может быть кстати сейчас обгадят еще или как они это вот мы идем уже с обратной стороны они на легкий ветерочек все-таки есть тихо спокойно слышно слышно птичесов всяких вон даже кукушкой в лесу а вот это вот перед нами вот остров змеиный не знаю почему его так назвали наверно также как мы залив назвали журавлиным а здесь кто первый высадился увидел змею и назвали змеиной а может там действительно змеи много но когда мы там были не видели до ни одной да но змеи там на рамене на рамене так что там людей нет никого размножайтесь плодитесь и размножайтесь вот дождались мы переждали эту штиль подул ветерочек и мы продолжаем свое путешествие уже завернули обогнули остров а не ну вот и сейчас хотим войти в устье речки хмелинка вот она вот здесь вот находится эта речка а там у ней где-то через несколько сот метров деревня хмелино вот по возможности пытаемся рыбачить ну пока ничего нам ничего не попалось вот видите открывается вот эта хмелинка ну посмотрим листва еще свежие и как отличается от хвои а вот и кусты и цветут желтые вот которые вот эта хмелинка открывается перед нашим взором я не знаю где там видишь место где можно зайти-то зайти всегда можно вот вопрос как выходить будем а это вот смотрите фронт фронт и этот идет это раздается гром какой-то в общем наверное будет погода меняться дал нам подарок в три дня хорошей замечательной погоды теперь в рабочие дни можно и под дождем сидеть до за компьютером поет ветер-то усиливается так было до самой деревни бы дайте как-нибудь вообще дать самой деревне до под хмелины то что жители хмелины они как раньше они раньше приезжали в гавина так брали лодку там лодки стояли вот вы приезжали на этом на теплоходе вот и потом садились лодке и плыли до своей деревне по этой речке у них наверно ну я так смотрел по моему даже света нет электричество нет живут за счет этих генераторов там и так далее дикий край вот на этом как раз берегу и этот дарвинский заповедник край дикий чего здесь только нет открывается такой залив но это речка то идет еще глубже ну по карте я смотрел там где-то помог клетра полтора наверно от вот от плюс вот мы углубляемся в этот в речку хмелинку хмелинский залив буквально так посмотреть дико сейчас выйдем выйдем на берег перекусим немножко из победою домой сейчас пройдем вот чуть-чуть чтобы иметь некое представление так я понимаю так из него потом как выходить то будем слава ясно делает что люди таких трудов это будет стоить а потом это так скажем что он дошли до этой миленьки развернулись и так и не знали что это вообще такое река на будущее можно здесь зайти к самому истоку скорее там исток интересный какой у меня ну вот когда нет хорошего ветра вот такой у нас двигатель сделай лицо слава сделай лицо угу Сейчас ты себя тоже снял. Какая интересная сосна с помостом, может специально этих медведей отстреливать. Здесь нас ждут цветы, калужницы. Ой, красиво это какие! Дааааа! Ой, красиво! Это не наши. Да, тут дело-то в том, что, дожди-ка, может сейчас посиди, посмотри. Ну давай посиди посмотри. Вон та сосна, смотри, стоит. Все сейчас стоит в воде. Ааа, ну вот, видишь как. Немного я же посмотрю, потому что я не уверен, что здесь вообще есть деревья. Возможно другой нет, но еще. Ну и что сказала разведка? Ну, лес там какой-то, прямо как в чащу выходим. Ага. Здесь вот чуть-чуть пройти травы, вытяну лодку и прямо в чащу леса. А там прямо как мангровые леса такие. Прямо в воде стоят деревья. Ну вот здесь вот все эти, вот эти. Понятно. Ага. Сейчас немного протяну ее. Тут самое главное, чтобы нам потом выбраться отсюда. В крайнем случае снимем сапоги и босиком выберемся. Ну ясно. Выбраться-то тут реально просто не очень удобно можно. Ага. Ага. Вот здесь можно. Че? Ага, вот я имел в виду, видишь? Если бы мы из кустов, то ближе намного было бы. Не с пирога вот с этого вот. Не, ну оттянуть так и сяк надо. Ну понятно. Ага. Вот. Сейчас так выйдем. Ясно. И лесочек. Ну, прямо с доставкой. Вот. Почти сейчас на берег уже можно будет выйдем. Ага. И собирать эти сморочки. Может даже писать и собрать можно что-нибудь. Ну вот мы сейчас вышли на берег. Тут такое в стиле Шишкина. Всякие коряги. Ну, по прогнозу, что здесь можно сказать, какие тут могут быть. Ну, может быть, черная грусть. Может быть, серушка быть. Надо будет в грибной сезон зайти посмотреть. Да. Как оно выломало. Наломало. Так и вода прямо стоит. Да. То есть, вообще какое-то местное. Угу. Непонятное. Ну, здесь видишь низина. Низина, да. Ну. Все вот прямо. Тут вода, там вода. Угу. И кормежка этих лосей каких-то. Я думаю, вот там надо обойти по берегу. Низинку. Да. Неизвестное нам место. Угу. Неизвестные вот какашки. Очевидно. Если это не лось. Ну, это не лось. это что-то другое нет это не волк до по диаметру ануса остались только те кого нельзя называть слух чтобы на имя не пришел до то привидение да 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 прям как по всем это как по всем законам жанра кричащая ворона хмурое небо гром молния ну грома пока молнии нет ну вы сети бросает потом это страшное дело для рыболовов и для рыбы все перепаха на вот кто это все пахал кабанического типа нету это этот лось но главное что есть концентрация вот этого все ну здесь жители то никого нету здесь вот смотри это сюда можно и за этим ходить приехать за навозом за навозом да весь поскольку мы по лесам здесь ходили с такой концентрации на один квадрат брать этот полную лодку навоза и в деревню ну соли заливчик такой что-то и гранулок жабы стали или рыбы а вон весь там какие-то типа заборчик что ли может лежак а где-то ж недалеко тут еще территория заповедника такая рядом здесь совсем вот рядом да может быть это какие-то уже одни ну может может быть ну вот это соль те творец ну да это кабан кабан ну пахали вода прямо в лесу так а смотри и а и здесь ямы а а вот это какая-то хозяйственные ямы с приемками ладно пойдем перри кусим и домой как-то здесь сумрачно ну вот это настоящий дикий лес кто заповедные чаще и убегают что тут наварокосили как трактор вот видишь этот вот это вот щитовник а вот сейчас вот еще надо это страусник найти ну ладно как все идем а это вот вышка сейчас ты хочешь туда залезть да да ну я вот пошел кстати пока мы тут поле вот так вот конечно чё там вы мы клим немножечко это хуже не нет лучше не надо слова это специально делать чтобы типа медведь к тебе не забрался на да не ну ты туда залезешь потом обратно так как как прыгать будешь в воду сидим еду едим там и там скорее всего гнилые эти ветки гнилые доски ну все не надо никуда лезть все вот сейчас у нас накрыл дождь мы на берегу ну вроде погромыхивает но есть надежда что сейчас закончится и мы идем съемку прекращаю потому что поливает дождь и лучше технику не не мочить не мочить